привет друзья добро пожаловать на мой канал в этом видео вы узнаете как шить такой спортивный миленький топ в моей выкройке две длины топа я буду использовать вторую длину уже срезала это можно оставить раскроила я детальки скроила я в разворот своего материала и у меня получилось уместиться в отрезке 30 сантиметров я думаю что это очень крутой результат и так я выкроила две передние детальки две спинки пояс и бретельки и так смотрите нам необходимо соединить по боковым швам подкладку нашего топа и основное изделие также по боковым швам мы можем каким-то образом сколоть булавками в работе я всегда люблю использовать вот эти булавки от фирмы аврора они очень тонкие подходят больше конечно для таких вот деликатных тканей сколола по боковым швам все вот эти детальки заодно мы можем сколоть детальки в тачке низа по вот этим коротким срезом и прокладывать строчку мы можем не прорываясь на верлоке сейчас покажу как это для того чтобы просто увеличить скорость работы все я строчку проложила прокладывала в одну линию чтобы увеличить скорость пошива сейчас уже это можно таким образом отрезать отлично так это мы сделали переходим к нашим бретелькам и так с бретельками у нас здесь все просто у нас такие вот две полоски это одна бретель это вторая бретель определяем где у нас лицевая где изнаночная сторона смотрите на правильность долевой нити она у нас расположена таким вот образом складываем наши бретельки по длинному срезу можно сколоть можно кстати приутюжить но у меня в данном случае очень хорошая кулирка она я даже не нужно приутюживать в таком состоянии она хорошо складывается и держит форму и сейчас мы будем прокладывать строчку на верлоке по длинному срезу бретельки мои почти готовы бретельки мои почти готовы я беру такой вот крючок продеваю закрепляю и вытаскиваю и все смотрите по подкладке припуск бокового шва обработанные на верлоке мы поворачиваем на сторону спинки а другую часть по изделию мы поворачиваем на сторону переда таким то образом приутюживаем также мы делаем и с другой стороны сейчас объясню для чего это делается для того чтобы уменьшить здесь вот ширину шва и мы поворачиваем таким образом при пуске и наш шов получается на довольно плоский во-первых вот это вот местечко она получается идеально ровная когда мы закладываем таким вот способом а во-вторых в готовом виде наше изделие по боковому шву не выпирает наша обтачка низа здесь также для того чтобы уменьшить боковой шов необходимо развернуть припуски и просто при утюжим выбираем место где-то посерединке теперь складываю все можно приутюживать наша от этого деталька низа стала намного тоньше все наша обтачка по низу готова бретельки прикладываем к нашему изделию по передней детальке и таким образом прикладываем к спинке очень важный момент смотрите шов нашей бретельки должен быть направлен в сторону нашего бокового шва то есть не к центральной части топа а именно к боковому шву это такой важный момент еще один важный момент мы прокладываем здесь в строчку закрепляем нашу бретельку на швейной машине это важный момент так мы делаем со всеми нашими бретельками я зафиксировал свои бретельки так теперь самое основное нам необходимо приложить к нашему основному изделию подкладку смотрите здесь не перепутайте и скалываю скалываю вот это местечко там где у нас бретельки здесь я также скалываю разворачиваю наши припуски и сейчас на бытовой машине на прямострочной машине я должна приложить строчку такую же прямую строчку но уже по подкладке соединяем бретельку с подкладкой смотрите для такого более точного такого более изящного варианта бретелек советую вам проложить строчку вот так 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 все я сделала теперь можно прокладывать строчку на верлоке то что у нас должно получиться и теперь нам необходимо срезать выворачиваем топ можно слегка потянуть бретельки так и теперь необходимо все это приутюжить я все выпрямила теперь нашу вот эту вот обтачку нам необходимо приложить основной детали по боковым швам скалываю булавками и прокладываю строчку соединяя вот эти вот наши детали а строчку мы будем прокладывать на верлоке именно по вот этой вот обтачке низа все готово теперь можно приутюжить наш вот этот припуск и заутюжить его на сторону нашего изделия друзья спасибо большое за просмотр мне было очень приятно делиться с вами информацией увидимся в следующем видео увидимся в следующем видео спасибо 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 спасибо